В Машьюге Ижемского района после реконструкции открыли отдельный пожарный пост. Подразделение спасателей разместилось в бывшем старинном двухэтажном купеческом доме. Столетнее здание отремонтировали сами бойцы. Поменяли крышу, подшивку, установили ворота, провели отопление и электричество. Не обошлось и без сюрпризов. При замене нижних венцов брандмейстеры нашли клад Елены Кононова подробнее. Для жителей Машьюги открытие пожарного поста – событие историческое. В период сезонной распутицы деревня то и дело оказывается отрезана от большой земли. Случись пожар, даже тушить некому. Был такой случай, когда в Машьюге здание загорелось, а пожарные не смогли приехать. До Мохчи только 18 километров, и оттуда не смогли приехать пожарные машины. Здание под огнеборный пост выбрали еще два года назад, да непростое. Сто лет назад в этих стенах жил зажиточный оленевод. Шик по-ижемски – мех вместо мха между бревнами. На реконструкцию средства выделила республика. А вот обустройством занимались ребята, которых набрали для службы подразделения. Правда, конечно, фундамент… Фундамент, правда, пришлось поднимать, выпрямлять. Там рисунки есть. Как было и что получилось. У меня хорошее отделение. Молодцы. Не обошлось без сюрпризов. При замене венцов ребята нашли целый клад. Монеты там же и зацементировали, чтобы здание охраняли. А еще одну находку – икону Николая Чудотворца – поместили в красном углу пожарного поста. Говорят, в такой работе порой не без божьей помощи. Шесть человек, одна машина, старший водитель, который руководит тушением пожара. Еще у нас есть добровольная дружина, которая помогает нам. Они уже прошли боевое крещение. По словам спасателей, сегодня еще одно здание для брандмейстеров ремонтируют в Каю. Всего в Ижимском районе противопожарную службу несут таких семь постов. Елена Кононова, Людмила Чудова, Анатолий Канев, телеканал Юрган, Ижимский район.